Все люди завопились со слезами, горелись, что значит, Господи помилуй. И тогда миновал девятый час и начали петь песню проходную, Господу поем. Тогда внезапно пришла небольшая туча с востока и стала над непокрытым верхом церкви. Тогда хат был не покрыт куполом, а открытое небо было. А сейчас там стекло, да? Тогда внезапно так пошел небольшой дождь над гробом и очень намочил нас, стоящих у гроба. Тогда внезапно и засиял святой свет в святом гробе, и сходило из гроба блистание яркое. Там никого не было внутри. Да, да, да. А вот эту тучу ведь видел кто-то? Вот я когда была, там кто-то говорил, да, 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 видели, какая-то тучка вдруг набежала. Ну, если только тот, кто стоит снаружи храма. В общем, как-то все это неявно, так, неявно темно, неявно дождь, да. Кому удастся увидеть, тому тот и увидит. Благодатный свет, который мы сегодня ждем. Он ведь раньше еще и до Нового Завета сходил. Помните образ купины неополимой? Да, вот это сейчас показывают окошечки, два окошечка, которые в кавуклии находятся. Они внутрь кавуклии смотрят. И если благодатный огонь снизойдет, то вот именно оттуда, из этих окошечек, нам будет патриарх давать свечи с этим благодатным огнем. Вот помните образ купины неополимой, да? Да, когда горел куст и не сгорал. А также пророк Илья Божий, который со жрецами нечестивыми в Алла соревновался, скажем, современным языком, положил жертвенник и полил его водою, кстати, и у него загорелось, а у них не загорелось. И вот тогда снизошел, опять-таки, огонь. То есть это вот такая традиция благодатного огня, она не то, чтобы мы ее придумали, а мы как бы ее из Ветхого Завета, вспоминая, восстановили. А то, что она уходит именно в этом месте, именно на пасхальную службу у православных, через молитву именно православного патриарха, лишний раз говорит, что истинные служители Бога, православные священнослужители находятся в традициях и преданиях истинных. И мы должны только соответствовать этому, научиться соответствовать. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Нет, 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 он показывает рукой, нет еще, да? Да. Я внимательно... У меня сердце бьется, а мы все должны молиться сейчас. Именно молиться о том, чтобы Господь просветил нас. И даровал нам это счастье. Вот видите, это тоже из молитвы. Эти вот восклицания. Все мы хотим этого. Давайте секундочку, все. Если все произойдет, как мы желаем, огонь сей будет сегодня доставлен уже в Москву, в храм Христа Спасителя, а потом будет доставлен и в другие города и весь российский. Нет. А смотри, там огонь. Смотрите, он в лицо у нас вышел. Вот-вот-вот-вот огонь, огонь. Вот, 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 огонь. Да, да, да. Ну что же. Милость Божия с нами. Смотрите, какие съемки замечательные. Вот, мы прямо там как будто. И сегодня этот огонь будет в Москве, да? Да. Сегодня этот огонь. Сразу наши паломники зажгут свечи. И вопреки всем опасениям, сомнениям, страхованием и даже противодействием мы привезем его и скажем, этот огонь из Иерусалима. И никто не скажет, что он не оттуда. И скажем у того же игумена Даниила, что огонь сей особый. И цвет у него особый. И смотри, 20 тысяч человек зажигают огонь и нет ни разу ни пожара, ни ожогов. И люди им купаются в этом огне, потому как огонь сильно, как говорят, 40 раз пока говори, Господи помилуй, он не жжет, он только радует, он теплый. И можно умываться и очищаться. Ну что же, милость Божия с нами. Еще раз говорю, для покаяния, для вразумления. Не для того, чтобы мы гордились, или мы лучше всех. Да нет, мы, наверное, хуже всех. А то, что нам дается такая благодать, вспомним, что когда у пророка Ильи сошел огонь, то в скорое время Израиль опять отступил и опять поклонился богам. И чтобы вот этого не происходило. Вот о чем нужно молиться, чтобы огонь сей нас с вами и укрепил, и воодушевил. А главное, чтобы не отпали мы через свои грехи от этой радости Божьей.